Теперь переходим к обычным покупкам. Покажу вам две зубные пасты, которые я купила. Вот это вот моя повторная покупка сплат лечебной травы. Это гелевая такая вот зеленая зубная паста с приятным травянистым ароматом. Неплохо освежает полость рта, содержит в себе мятный экстракт, очень хорошо очищает зубы и профилактика также десен. Почему бы и нет? Мне она безумно нравится, покупала и буду дальше ее покупать. И приобрела для себя новинку. Это вот такая вот зубная паста натуры Сибирика. Натуральная сибирская зубная паста морозной ягоды. Давно тоже хотела попробовать натуру Сибирику и вот наконец-таки приобрела. Паста выглядит вот таким вот образом. Здесь у нас вот такие вот компоненты. Откручивается крышечка, что не очень удобно. Я, кстати, больше люблю, когда крышки вот так вот открываются и захлопываются. Паста выглядит вот таким вот образом. Она белая и внутри есть небольшие красноватые вкрапления. Аромат очень классный. Действительно чувствуется мята и какие-то вот морозные ягоды. Ну, клюква, наверное, морозная или черная, красная смородина. Привкус очень приятный. Она термоядерная, она супер просто освежает полость рта. Очень здорово. То есть, если вы почистили зубки на ночь, то на утро у вас свежее дыхание. Приятный у нее привкус. Очищает зубы она, да, хорошо. Но она очень плохо пенится. Опять же, я привыкшая к тому, что пасты дают обильную пену. Здесь пены вообще практически нет. Из-за этого мне приходится наносить ее в большом количестве. Ну, а так, в принципе, она неплохая. Для тех, кто любит освежающий эффект и освежающий привкус, советую вам попробовать. Ну и плюс такой ягодный привкус тоже, почему бы и нет. Для разнообразия очень здорово попробовать. Дезодорант я приобрела от компании Невея. Защита и забота у меня вообще закончились все дезодоранты. Поэтому мне нужен был срочно какой-то антиперспирант. Я уже привыкла, конечно, к этим спреям. Люблю их, хотя раньше я была противником таких спреев. Но они очень удобные в использовании. Не нужно ждать, когда что-то высохнет. И мне кажется, в арсенале необходимо иметь такой помощник для ухода за собой. Очень приятный аромат, кстати говоря, у этого дезодоранта. Он какой-то кремовый. Действительно напоминает аромат Невея. И мне вообще нравится, как он пахнет. Для меня это, знаете, даже некоторые такие духи или парфюмированный спрей для тела. Защищает он отлично. Никакого запаха пота. Одежду не пачкает, что самое главное. Так что отличный антиперспирант. Советую вам приобрести. Мне он очень понравился. Далее в интернет-магазине за бодишоп я делала небольшой заказ. Во-первых, я приобрела вот такой вот спонжик для очищения кожи. Давно хотела его приобрести. То есть вот так вот вы его одеваете на пальчик и умываетесь. Он очень такой жесткий, но при этом он не травмирует лицо. Дает хорошее отшелушивание. Умываюсь я им тоже каждый вечер. Наношу сюда гель. Он очень хорошо вспенивает любое средство. За счет чего средство будет расходоваться не так быстро. Баттера прекрасно очищает. Очень я довольна. Классный спонж. Почему я его давно не покупала, не знаю. И в магазине за бодишоп я приобрела очень классный наборчик. Их легендарных баттеров для тела, которых я еще ни разу не пробовала. В инстаграме я уже выставляла фотографию. Я думаю, многие видели. И наборчик вылезет таким вот образом. Посмотрите, какая красота. Такой прям новогодний наборчик симпатичный. Здесь три баттера для тела. Первый баттер, который я вам покажу, выглядит вот таким вот образом. Фростед беррис. Это морозные ягоды. Здесь 50 мл. Такая вот маленькая симпатичная баночка. Быстро израсходуется, я думаю. Но здорово попробовать. Баттер выглядит внутри вот таким вот образом. Это действительно сливочное масло. Только оно уже мгновенно тает на коже. И выдает достаточное количество средства. Очень-очень нежный баттер. Прям безумно приятный. Такой шелковый. Кожа мгновенно становится, как у младенца. Аромат очень здоровский. Действительно пахнет морозными ягодками тоже. Клюкву чувствую здесь. И что-то такое сладенькое. Я просто влюблена вот в эти средства. Мне кажется, это самый крутой баттер для тела, который у меня когда-либо был. Во-первых, потому что он очень здорово смягчает кожу, как ни один другой баттер. Вот есть баттеры такие, знаете, плотные, которые делают кожу немножечко грубой, какой-то шершавой. А этот баттер, он просто шелковый. И обалденный просто парфюмированный аромат остается на теле. То есть он держится реально целые сутки. Я его ощущаю на коже. И конкретно вот эти баттеры я использую тоже на шею зоны декольте. Но как-то на все тело жалко использовать такую баночку, а на шею декольте очень здорово. Исходит вот этот вот потрясающий аромат. Я вообще очень довольна этим средством. Следующий называется вот таким вот образом ванильный чай. Такая тоже интересная новогодняя упаковочка и оформление. Тоже внутри выглядит таким образом. Ну, по консистенции идентичный предыдущему баттеру. Здесь аромат тоже очень приятный. Да, здесь чувствуется тоже ваниль. Гурбонская ваниль, я бы даже так сказала. Ну, по поводу чая не знаю, что за чай. Какой-то еще цветочный здесь чувствуется аромат небольшой. Тоже замечательное средство. Парфюмированный аромат остается тоже на теле. Так, и последний баттер вот такой вот. Это уже яблоко и корица. Красивая баночка тоже. И внутри он выглядит вот так. Зеленоватый оттенок. Аромат очень здоровский. Мне вообще вот из всей вот этой серии очень понравилась апельсин и корица. Апельсин, яблоко и корица. Уже заговариваюсь. Очень классный запах. И яблоко здесь чувствуется. И корица. Прям дополняет друг друга эти компоненты. Я просто в восторге. От вот этих баночек. Я думаю, это будет тоже одно из моих любимых средств. И, конечно же, в дальнейшем я буду обязательно покупать вот эти вот баттеры уже в больших объемах. Потому что я очень-очень довольна. Далее я приобрела себе вот такую вот здоровенную соль. В фикс прайсе соль для ванн, кофе и вишня. Ну, соль лишней не будет. Здесь тысяча грамм. Я обычно соли использую не для ванны, чтобы принимать ванну, а для ножных ванночек. Очень здорово. Приятно пахнет вишней. Так что будем пользоваться. Далее я купила себе вот такой вот наборчик для волос. От Эльсеф Фибрология. Фибрология, создающая густоту шампунь и бальзам. Давно хотела попробовать. И в магазине на них была скидка. То есть, бальзам шел в подарок. В шампуне большой объем 400 мл. Но шампунь не будет лишним. Я его, в принципе, купила, чтобы смывать масла. Ну и вообще у меня в запасе не осталось ни одних срез для волос. Бальзам пока не пробовала. Шампунь уже пробовала. У него очень вкусный такой аромат. Приятный. Создают хорошую пену на волосах шампунь. Хорошо волосы промывает. Ну такой, знаете, среднестатистический масс-маркетовский шампунь, как я считаю. Но, кстати говоря, когда наносишь на волосы этот шампунь, действительно создается ощущение, как будто бы у вас больше на голове волос. Видимо, тут какая-то плотная пена получается в результате. И действительно есть такой эффект. Но при сушке волос, конечно же, никакой густоты уже нет. Как были волосы тонкими, допустим, так они и остались. Но неплохая серия такая вот. Почему бы не попробовать. Далее от Himalaya Herbals. Я приобретала себе вот такой вот отшелушивающий гель для умывания, который идет с абрикосом и алоэ вера. Купила его не с целью того, чтобы отшелушивать свое лицо, а как обычную умывалку для лица. Очень приятное средство. Пахнет очень таким кремовым приятным ароматом. Прекрасно очищает лицо. Тоже я умываюсь каким-нибудь спонжиком. Неплохое средство. Вообще у Himalaya Herbals очень хорошие умывалки. Так что тоже мне они очень нравятся. Покупала в районе 100 рублей. В общем-то недорого. Идем дальше. Осталось совсем чуть-чуть. Еще летом я покупала вот такой вот крем для тела чистой линии, листья смородины и мелиса. Вот такой вот крем. Это я бы сказала не крем, это крем-гель для тела. Здесь, кстати говоря, большой объем, 400 мл. Я им пользовалась летом. Вот так вот он выглядит. Он вообще по консистенции немножечко как желе. И очень такой прохладный. Вот так вот выглядит. И вот так вот разносится. Но я думаю, можно увидеть, да, что он такой водянистый. Ну, как действительно крем-гель. Аромат суперский. Вот кто пробовал гель для душа чистой линии со смородиной, с листьями смородины, точно такой же запах. Очень натуральный. Прям вот пахнет действительно натуральной смородиной, смородиновым листом. Безумно классный запах. Мне кажется, если купите гель для душа и мазаться вот этим кремом, прям можно перенестись сразу же в лето. Впитывается очень быстро. Но мне это средство, скажу, не особо понравилось, потому что оно липковатое. То есть, когда вы наносите это все дело на тело, на теле остается липкость. Действительно. Ну, и к тому же я не очень люблю вот такие вот консистенции гелевые, тем более для тела. Он, да, действительно холодит кожу. То есть, я его сейчас даже не нанесла, и на руке есть легкий холодок. Дает небольшое совсем увлажнение. Ну, вот я говорю, что на лето подойдет. Летом не хочется перегружать кожу никакими кремами жирными. Хочется чего-то легкого. Поэтому для лета, да, для зимы, конечно же, нет. Вовлажнение небольшое, поэтому... Ну, можно так побаловаться. Вот купила чисто из-за аромата, говорю, потому что увидела, что здесь есть смородина, и не смогла пройти мимо. Тоже недавно я приобрела от чистой линии вот такое вот средство. Это лосьон для снятия макияжа «Импульс молодости», который идет с вытяжкой магнолий. Я не знаю, это новинка или нет, увидела в магазине и решила купить. Я, опять же говорю, с опаской отношусь к средствам для снятия макияжа, и, опять же, я прогадала. Мне средство не понравилось. Я больше люблю лосьоны или же мицеллярки, которые идут как простая жидкость, без каких-то масел. Я не люблю двухфазные жидкости, потому что они оставляют пленку на глазах. И вот здесь вот, я так понимаю, что средство немножечко мылится. Вот здесь вот можно заметить небольшие пузыри. Действительно, когда наносите это средство на глазки, вот этот ватный диск, он скользит. То есть там чувствуются какие-то масла, хотя в составе я не увидела, что здесь есть какое-то масло. Но, тем не менее, смывает макияж с глаз, в принципе, неплохо. Но глаза щипят. Щипят, у меня глаза постоянно становятся красными с этим средством. Я его пробовала уже четвертый раз. Четыре раза пробовала. Щипят глаза, и на утро остается пелена на глазах. Для меня это, конечно, показатель того, что средства никакое. Потому что вот эта вот пелена, когда вот даже начинаешь умываться, прям вот в глазах что-то такое вот остается. Ужасное средство. Мне не понравилось, поэтому советовать не могу. Дальше я приобрела себе вот такую вот замечательную кисточку от Essence. Я давно хотела ее приобрести. И, наконец-то, она у нас появилась в городе. Это кисть для растушевки теней. У нее вот такой вот чехольчик. И сама кисточка выглядит вот таким вот образом. Она у меня тут немножечко грязная, потому что я сегодня ей красилась. Мне она очень понравилась. Она очень мягкая. Такая вот она из синтетического ворса. Неплохо растушевывает тени. Мне безумно понравилась. Почему-то многие ругают эту кисть. А мне она очень понравилась. Такая вот приятная. Века не царапает. Так что, ну, растушевочных кисточек тоже много не бывает. И последнее, что я вам покажу в этом видео, это будет помада. Я увидела у нас в магазине вот такую вот помадку от Essence. Это еще осенняя коллекция, но она у нас появилась только сейчас. Это матовая губная помада. Конечно же, сейчас идет мода на такие вот матовые помады. Я тоже их очень люблю. И я не смогла пройти мимо такого красивого оформления этой помады. У меня оттенок вот так вот называется, 0,2. Цвет тоже очень классный, достаточно современный на сегодняшний момент во имени. Так вот выглядит. Пахнет очень приятно. Эта помадка чем-то таким ягодным, сладеньким. И сейчас покажу, сделаю вам сводч. Ну то есть вот можно заметить, да, что она действительно наносится, как такая плотная тоже матовая помада. Вот такой вот красивый цвет. Вот, она очень приятная на губах. Губы она абсолютно не сушит и не скукоживает их в какую-то трубочку. Я не могу сказать, что это чисто матовая помада. Вот бывают матовые помады, которые прям действительно застывают на губах. Эта помада, она все-таки имеет небольшой вот такой вот отвлеск, да, если можно будет заметить. И если я прикоснусь пальчиком к этой помаде, то она вот отпечатывается на пальце. Стойкость у нее, ну где-то часа четыре, но если вы покушаете, она, конечно, уже будет стираться. То есть она будет оставаться на контуре. Но мне очень нравится ее цвет, и тем не менее, все равно матовый финиш у нее сохраняется. Ну поэтому я не скажу, что это прям 100% матовая помада, но мне она понравилась. Цвет очень красивый, она приятно лежит на губах. Так что буду с удовольствием ее носить. Очень мне понравилась. Вот такими были мои последние покупки. Я, наверное, очень много наболтала в этом видео. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И мы с вами, как обычно, скоро встретимся в следующих видео. Я вас всех очень люблю. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok